Ну и прямо сейчас эту тему обсудим с нашими гостями. На студии Ольга Абанцева, пресс-секретарь благотворительного фонда Добро-24, Дмитрий Владимирович Попов, замминистра здравоохранения Края. Добрый вечер, спасибо, что пришли. Дмитрий Владимирович, начнем с вас. Вот причина, по которой Миша не получает этот препарат, он в чем? В том, что на это денег нет, на это квот нет, или почему? На самом деле вопрос не в финансировании, абсолютно. Сегодня ребенок получает базисную терапию, как и те дети, которые в Красноярском крае, их уже сегодня 9 человек, и на фоне приема базисной терапии они себя чувствуют хорошо по их состоянию здоровья. Проблема в данном случае возникла по применению конкретного препарата, в инструкции по применению которого отсутствуют показания, как таковые. Клинические испытания не были проведены. Назначить препарат при отсутствии показаний врач не может. В Краевой детской больнице в течение этой недели проходили консилиумы для определения все-таки необходимости назначения конкретного, помимо базисной терапии, препарата. А вот для понимания, если позволите, вот базисная терапия, она сопоставима в ценах со стоимостью этого препарата? Она не сопоставима, и сравнивать здесь не требуется абсолютно. Вопрос еще раз не в деньгах. Вопрос в эффективности назначаемой терапии. То есть, чтобы просто было понятно, есть базисная терапия, которая из бюджета оплачивается, есть некий дополнительный препарат, который, там, непонятно, нужно ли, по вашему мнению, давать его или нет. Более того, мы на этой неделе связывались с специалистами федеральной клиники, которые проводили трансплантацию ребенку. В ходе прямой линии был и отец присутствовал, и он слышал, что специалисты говорят о том, что на сегодняшний день зарегистрированных показаний у этого препарата для ребенка нет. Поэтому мы находимся в некой вот сейчас ситуации, когда действительно необходимо решить, все-таки есть показания или нет. И это, мне кажется, все-таки привилегия не чиновника, а привилегия врача, который назначит этот препарат. Поэтому, я думаю, этот вопрос мы в текущей неделе предстоящей окончательно решим. Ольга, вы в репортаже назвали вот то, что произошло в истории с Мишей, с Мишей преступным нежеланием власти решать эту проблему. Вот можете объяснить, вот есть объяснение Минздрава, оно выглядит в принципе, там, простите зафтологию, здраво. Есть базовая терапия, которая оказывается, есть дополнительная, которая непонятно нужна или нет. Как в этой ситуации решать, если и врачи, если у врачей нет однозначного мнения по этому поводу? Дело в том, что основанием для сбора, в принципе, для благотворительного фонда является в том числе, помимо всех документов, выписка из медучреждения. В данном случае это федеральный центр, где сделали Миши пересадку от мамы. И эта выписка подписана ведущим трансплантологом российским, Михаилом Михайловичем Каабаком. И сомневаться в выписке, в его подписи, в его назначении, я смысла не вижу. Не совсем понимаю, почему это назначение вызывает сомнения у нашего Минздрава, где детских трансплантологов нет по факту. Но, тем не менее, там же есть еще выписки и базовые. То есть вы видели этот выписк, там есть базовые препараты, которые Минздрав предоставляет, верно? Там есть назначение, и среди них препараты, о которых говорят родители Миши. И этот препарат они применяли по сегодняшний день, но не благодаря Минздраву, а благодаря благотворительным фондам. Пересадку сделали в июне. И, насколько я знаю, отец именно с июня подавал заявки на этот препарат и вел работу с Минздравом на ВОЗ и ныне там. Поэтому обсуждать показания доктора столь высокого ранга в сфере детской трансплантологии, я как бы не понимаю, в чем вопрос. Владимир Владимирович, ну вот это же тоже вопрос. А вот этот уважаемый трансплантолог, как говорит Ольга, сделал эту выписку, он делал ее на основании чего? Есть опыт применения этого препарата или что? Вот сейчас оказалась ситуация, она же еще и в том, что родителям сказали это принимать, а они борются за своего ребенка и считают, что если написано, значит должно. При этом иной инстанции-то у них нет. Как это появилась, эта выписка? Выписка действительно из федеральной клиники. И в данном случае, наверное, это решение конкретного доктора. И доктор, наверное, чем-то руководствовался, хотя специалисты кровообольницы подняли научные исследования, в том числе этой клиники и этим уважаемым специалистам, который говорит о том, что этот препарат, не доказана его эффективность при назначении этой терапии. Поэтому наше решение следующее. Мы вот на предстоящей неделе будем направлять пакет документов в Институт трансплантологии НИИ Шумакова, для того, чтобы эти специалисты помогли нам в разрешении данной проблемы. Ребенок будет оставаться весь этот период под наблюдением докторов, в краевой больнице. Поэтому если потребуется очная консультация, то, конечно, мы направим в Москву. За счет бюджета? За счет бюджета. Что ж, судя по всему, в этой истории точку ставить рано. Я думаю, что и новости ТВК к этой истории еще вернутся, и будут следить за историей Миши, и вообще за похожими историями, потому что, что говорить, такие истории иногда случаются, и, к сожалению, не всегда чиновники оказываются правы.